Допустим, что вы хотите уметь умножать вектора на матрицы, чего-нибудь такое, но теоретически вы могли бы сделать что-нибудь в таком роде. Вы могли бы написать такой класс с векторами, который был бы устроен как-нибудь так, у него есть какой-нибудь инициализатор, допустим, у меня у этого вектора есть какое-то содержимое, и, допустим, я хочу реализовать какие-то векторные операции, например, я хочу уметь складывать векторы друг с другом, и, допустим, это будет как-нибудь вот так. Значит, как сложить два вектора, нам понятно. Нам нужно вернуть новый вектор, который будет состоять из чего-нибудь в таком роде. Давайте покрупнее сделаем. Ну и так далее. Дальше можно было бы еще что-нибудь написать, какое-нибудь скалярное произведение. Ладно, давайте я пока не буду этого делать. Значит, в принципе, дальше можно было бы сделать что-нибудь вроде того, что вот я создал вектор 1, 2, 3, у меня есть вектор 1, 2, 3, и вот я сложил два вектора, и не работает. Потому что эта штука называется не плюс, а add. Тоже не работает. Это же другая ошибка, сначала была первая ошибка все-таки исправил. Ну хорошо, давайте добавим еще какой-нибудь rep. Ну, в общем, то есть вот такое, конечно, можно делать. Вектор. Вот, и вроде даже работает. И, в принципе, дальше мы могли бы вот эту вот штуку развивать, добавлять разные новые операции, создать класс матриц, написать операцию, которая будет умножать матрицу на вектор, написать какие-нибудь операции, которые будут считать мне обратную матрицу и так далее. Вот. Но есть хорошая новость. Она состоит в том, что ничего этого нам делать не надо, потому что это уже сделано. И главное, что это сделано лучше, чем мы могли бы. И как раз это сделано в библиотеке NumPy. Как правило, библиотеку NumPy импортируют вот таким вот образом с сокращением NP, потому что библиотека это огромная, импортировать из нее отдельные функции, это дело довольно гиблое. Я просто покажу сейчас, сколько там всяких функций. Вот. И, как правило, вы заранее, там трудно понять, какие функции вам понадобятся. Вот. Поэтому импортируют обычно вот так. И, собственно говоря, главный класс, с которым мы будем работать в библиотеке NumPy называется NPArray или NDArray, N-DimensionalArray. И он очень похож на вот то, что я здесь сейчас пытался сделать с помощью вот этого класса вектор. Ну, собственно говоря, давайте посмотрим. Видно, что это примерно оно и есть. Значит, надо сказать, что вот эти вот NumPy-вские массивы Array, они, с одной стороны, они похожи на питоновские списки. Например, вы можете итерировать элементы такого NPArray просто как будто бы он список. Ну, и вообще всякие разные другие вещи можно делать. Например, можно сделать какой-нибудь срез. И все это довольно похоже на список. Можно менять элементы. Изменяемая штука. Можно обращаться к отдельным элементам. Можно изменять их. Ну, в общем, то, что я сейчас вам показал, ну, вообще, как бы это выглядит, как будто бы это то же самое, что обычный список. Да, но как минимум складывается по-другому, складывается по элементам. Вот. Но на самом деле NumPy-вские массивы – это все-таки не совсем списки или даже, правильно было бы сказать, совсем не списки. Ну, во-первых, NumPy-вские массив, в отличие от списка, он, ну, предполагается, что он должен быть таким однородным. То есть, например, вот у меня есть вот этот самый мой массив CheckU. И давайте представим себе, что я нулевой элемент. Вдруг решил положить не число, а какую-нибудь строчку. И, в общем, мне скажут, что я не прав. Потому что у этого массива есть что-то, которое называется D-Type. И этот D-Type определяет то, элементы какого типа могут в этом массиве лежать. Видите? Я попробовал присвоить вещественное число, а получил все равно целое. Ну, потому что, сколько у нас здесь определен некоторый D-Type, и это D-Type, который состоит из целых чисел. А дальше мы пытаемся преобразовать все, что нам подсовывают, мы пытаемся преобразовать в целое число. Но строчку не получилось преобразовать в целое число, вот такую. А если бы это была бы вот такая строчка, то получилось бы, превратили бы в число. Ну, наоборот. Давайте попробуем сразу создать NPR, который состоял бы из чисел и строк. Смотрите, никакой ошибки. Может быть, теперь-то нам удалось обмануть эту систему? Ну, вот на самом деле нет. На самом деле он теперь сконвертировал все в строки. И причем даже не просто в строке. Вот смотрите, здесь написано D-Type, какой-то знак меньше, U, а потом 21. Но вот не вдаваясь в подробности, можно сказать, что это… Давайте посмотрим. Видите, он от этой длинной строки оставил только начало. Почему это так? Почему это так? И почему вообще NPR устроены таким образом? Зачем они такие ограниченные по сравнению с питоновскими списками? Ну, на самом деле у этого есть причина, и она связана с быстродействием. Давайте рассмотрим какую-нибудь такую типичную операцию. Вот, допустим, у меня есть… Давайте возьмем, например, два каких-нибудь массива. Нет, давайте возьмем один массив и возведем все его элементы в квадрат. Вот у меня, допустим, есть массив numbers. Я хочу сделать, чтобы он был длинным, поэтому давайте я эту штуку умножу на 100 000. Здесь умножение – это я список умножаю на число. Это означает, что он просто повторится 100 000 раз. И давайте я теперь посчитаю квадрат от всех этих чисел. Так, ну вот они быстро посчитались. Давайте я… О, по крайней мере, какое-то время занимает подсчет. Значит, когда я здесь сделал миллион повторений, то есть у меня 5 миллионов чисел. В Питоне есть… Точнее, не в Питоне, а в Юпитере есть такая штука. Если вы хотите посмотреть, сколько времени занимает выполнение какой-то ячейки, то можно использовать вот такую вот магическую команду time it, начинающуюся с 2%. Она запустит вот эту ячейку несколько раз и посчитает вам, сколько раз… Один раз она выполнялась. Причем, если она будет быстрая, то есть если я сейчас ее сделаю вот такой вот, то она будет запускать ее много раз, чтобы посчитать среднюю скорость, среднюю скорость, которая выполняется эта ячейка, один раз. 13 миллисекунд. Но давайте все-таки я верну, сделаю ее большой, пусть у меня будет миллион. И теперь я сделаю то же самое, но только не с средствами Питона, не с помощью ListComprehension, не средствами самого Питона, а средствами как раз библиотеки NumPy. Дело в том, что вот эти NumPy-вские массивы, они не только их там можно складывать просто поэлементу, но и вообще всякие разные арифметические операции с ним проводить, они все будут проводиться тоже поэлементу. Давайте я сделаю NumPy numbers. Значит, вот я сейчас создал NumPy-вский массив, который устроен точно так же, как был устроен мой numbers. Ну вот смотрите, я просто хочу показать, что если я, например, умножаю вот эту штуку на 2, то видите, если это был бы список, то мы бы просто приписали бы список сам к себе. Но поскольку это не список, а NumPy-вский массив, а они заточены именно на арифметические операции с своими элементами, то умножение на 2 происходит поэлементу. Ну давайте мы сведем в квадрат, это самый NumPy numbers. Смотрите, когда мы вот эту штуку запускали на миллионе, на пяти миллионных элементов, она какое-то заметное время думала, 1,46 секунды. Когда я вот эту ячейку запускаю, она срабатывает мгновенно. Давайте посмотрим, как это работает. Давайте-ка я на всякий случай какие-нибудь другие числа поставлю, а то вдруг она там где-нибудь что-нибудь закэшировала. Давайте я здесь сделаю что-нибудь такое. Давайте еще раз, это мы медленный код, смотрим, как работает. Теперь 485 миллисекунд. Интересно. Хорошо. Ну он ее много раз запускает. Вот он здесь пишет, что вот здесь он запускал 7 запусков, а здесь он прогонял 7 запусков по 100 раз каждый. Ну и собственно говоря видно, что вот эта команда срабатывает за 11 миллисекунд, а это за 485 миллисекунд. То есть у нас прирост по производительности в какое-то хитерическое количество раз больше. Даже я ожидал, что он будет работать быстрее в 10 раз, но на этом примере он работает быстрее в еще большее количество раз. Почему так происходит? Почему вообще, ну почему я сказал, что numpy это лучше, чем все, что мы могли бы написать? Потому что он на самом деле написан не на Python, а он как бы написан на C, на нескоро в нем языке программирования. Вот. Но как бы у него есть интерфейс к Python, то есть с Python мы его запускаем, но дальше запускается быстрый C-шный код. За счет чего он быстрый и за счет чего Python-овский код медленный. Но дело в том, что вот когда у вас есть, например, Python-овский массив, не массив, а просто список, это на самом деле список, который хранит указатели на объекты, которые в нем хранятся. Это означает, что если вы хотите с ними что-то сделать, допустим, возвести в квадрат каждый из этих объектов, то вам нужно взять очередной элемент, посмотреть, куда он указывает, пройтись по этому указателю, как бы распаковать тот объект, который там находится, что-то с ним сделать, потом запаковать заново. Ну, в общем, короче говоря, вам приходится делать довольно много действий. NumPy хранит свои данные не в таком виде, не в виде массива указателей, а он хранит свои данные в памяти, ну, вот как вот они есть. Есть у вас NumPy-овский массив, который содержит себе пять чисел. Вот будет пять чисел записано в память просто подряд. Вот. И, с одной стороны, это позволяет дико ускорять код, потому что это позволяет использовать эффективные алгоритмы, которые быстро работают, которые написаны на C. С другой стороны, это бывает ограничение. Ну, вот как раз ограничение, связанное с тем, что в NumPy-овских массивах нежелательно хранить объекты разных типов, как раз связано с тем, что для того, чтобы эффективно все это хранить в памяти, нам нужно знать, ну, вот как бы у вас разные объекты могут занимать в памяти разное количество места. Строка занимает в памяти не столько места, сколько число, а строка большого размера занимает в памяти больше, чем строка маленького размера. И для того, чтобы их эффективно располагать в памяти, чтобы, например, вы могли быстро получить, вам сказали, что от вас хотят 15-й элемент массива, вам очень хорошо было бы мгновенно знать, где он находится в памяти. Но для этого вам нужно, чтобы каждый объект занимал его в памяти одно и то же место. Ну, вот, собственно говоря, NumPy-овские массивы, они так в основном и работают. Если очень постараться, можно заставить NumPy-овский массив, хранить разнородные объекты. Для этого нужно сказать, что D-type должен быть object, и тогда такая штука мало будет отличаться от… Давайте посмотрим, кстати, если я сделаю вот так… Попробую теперь то же самое сделаться, с какой скоростью он будет сделать. И он, может, конечно, все это оптимизирует. Ну и, видите, когда я сделал… Когда я вот у этого массива, который я сейчас создал, сказал ему, что типом данных, которые в нем лежат, будут не числа, а произвольные объекты, то есть разрешил ему быть неоднородным, видно, что сразу после этого производительность вот этого NumPy-овского кода стала не сильно лучше, чем производительность от нашего обычного питоновского кода. Вот. Поэтому вот тот факт, что данные… Ситуация, когда данные однородные, она очень сильно нам все упрощает и ускоряет работу. Вот. Ну, собственно говоря, питон не завоевал бы такую любовь со стороны людей, которые занимаются всяким машинным обучением и так далее. И если, скорее всего… Ну и вообще всякими научными приложениями. Если бы не было библиотеки NumPy, потому что сам по себе питон ужасно медленный. Математику без NumPy делать в питоне ужасно медленным. Никто и не делает. Вот. Ну, давайте посмотрим еще, что можно сказать про эти NumPy-овские арреи. Смотрите. Ну, во-первых, как я уже сказал… Давайте я сделаю как-нибудь… Значит, я хочу создать два массива одинаковой длины. и что-нибудь с ним поделать. Ну, складывать мы уже подкладывали. Как вы думаете, что будет, если я умножу две такие штуки? Поэлементно умножиться, да. В математике учатся, что правильный способ умножать вектора – это как угодно, только не поэлементно. Бывает скалярное произведение, которое, конечно, их умножает поэлементно, зато потом все складывает. Бывает векторное произведение, которое работает в трехмерном пространстве и работает еще более хитро. А вот такого поэлементного произведения в математике как бы и нет. Но математика – математикой. Тут у нас суровая правда жизни, и суровая правда жизни состоит в том, что удобно иметь такую функцию. И вообще удобно сказать, что все привычные арифметические операции с векторами будут работать поэлементно. Ну, собственно говоря, я уже показывал умножение. Значит, вот, пожалуйста, возведение в квадрат. Но не только. Можно, например, посчитать, скажем, синус. Я использую синус, который лежит в numpy, а не синус, который лежит в math. Значит, это специальный numpyvский синус. И он отличается от синуса, который лежит в math. Я мог бы импортировать синус из math. Ну, давайте просто импортируем. Он отличается тем, что вот синус, который лежит в math, вот так вот не умеет. А все математические функции, которые находятся в numpyv, они умеют работать вот так. То есть они работают поэлементно с этими самыми numpyvскими векторами. Ну, на первый взгляд, может быть непонятно, зачем это нужно, зачем может понадобиться вычислить синус в каких-то точках сразу. Ну, на самом деле, все это направлено на то, чтобы по возможности избегать вот такого питоновского перебора элементов. То есть когда мы делаем вот такие вот штуки, делаем циклы и так далее, мы используем чисто питоновские конструкции, которые, как я уже сказал, очень медленно. А когда мы пишем что-нибудь вот в таком роде, происходит примерно следующее. Питон передает некоторой сишной функции два объекта. Собственно говоря, вот этот самый x и указание, что от него нужно посчитать синус. И дальше уже быстрый сишный код, там, конечно, тоже внутри есть какие-то циклы for, но это уже не питоновские циклы, которые медленные, а это быстрые сишные циклы. И они позволяют все это делать существенно быстрее, чем мы делали просто в питоне. Поэтому вся история про использование numpy — это как можно сильнее избегать написания циклов. И поэтому вот такая вот семантика, что все операции делаются по элементам. Давайте одно непосредственное применение этого я сейчас покажу. Оно посвящено рисованию картины. Типичная задача — это построить график функции. Значит, мне понадобится библиотека matplotlib, точнее ее модуль matplotlib.pyplot. И давайте я еще сделаю вот так. Значит, вот эта вот команда matplotlibonline говорит, что картинки, которые он сейчас будет генерировать, нужно рисовать прямо внутри этого ноутбука. Оно, может, и без этого бы сработало, но вот у меня на Mac не работает. Под Windows, может быть, работает. А может быть, он вместо того, чтобы рисовать картинки, будет вызывать внешнюю программу рисовать картинку там. Короче, я хочу, чтобы он рисовал картинки прямо в ноутбуке. Значит, у нас все эти команды, которые начинаются с процентика, это, собственно говоря, не питоновские команды, это команды юпитера. Мы юпитеру даем некоторые указания. Просто в питоне этого нет. Ну и давайте так. Import matplotlib.pyplot всегда он импортируется вот так, как PLT. Ну и давайте чего-нибудь нарисуем. Значит, PLTplot Это вот такая вот функция, которая рисует либо точечки, либо ломанные по точкам. Значит, аргументы PLTplot такие. Это два массива или чего-то, что похоже на массив. Ну и, соответственно, в первом написаны иксы. Иксовые координаты во втором и грибовые координаты. Ну, собственно говоря, сейчас видно, что вот я начинал с точки 1, 3. Вот у меня точка 1, 3. Потом у меня была точка 2, 2. Вот она. Значит, 2, 2. Потом была точка вот эта 4, 5. Вот она 4, вот она 5. Ну, в принципе, можно рисовать такую штуку, можно рисовать вот такую штуку. Значит, третий аргумент показывает, с помощью чего надо рисовать эти картинки. Соответственно, если я написал там букву О, то они будут рисоваться в виде кружочка. А если я хочу в виде крестиков рисовать, чего нужно написать? Икс. Да, правильно, икс. Вот. А если я хочу, чтобы он бы рисовал кружочки и линии, чего надо сделать? Вот. Нужно написать минус О. Минус символизирует линию, а О символизирует точку. Вот. Ну, вот так можно рисовать какие-то картинки по точкам. Ну, понятно, что мы, как правило, хотим не по точкам, а как правило, мы хотим либо откуда-то брать данные, либо использовать какие-то математические функции и строить их в графике и какие-нибудь что-нибудь, какие-нибудь такие штуки. И дальше возникает вопрос. Ну, вот хочу я построить график какой-нибудь функции, синусу какого-нибудь. Как это сделать? Ответ такой. Давайте сначала сгенерируем достаточное количество иксов. Ну, вот есть такая функция link space. Ну, это не линейное пространство, как можно было бы подумать. А это просто, ну, короче, вот такая штука. Я сейчас сказал сгенерировать 11 точек от минус тройки до тройки с одинаковым расстоянием между точками. Вот. А теперь вопрос. Как построить график синуса? Да, ну, собственно говоря, именно так. Вот такая штука. Да. Значит, я его сейчас вон такой угловатый получился. Можно даже точечки поставить. Потому что я вот в этом линдспейсе мало точек написал. Ну, смотрите, как это работает. Ну, у нас вот здесь действительно массив иксов, а тут массив их синусов. Ну, и как раз получается ровно то, что нужно. Это у нас всего 11 точек сейчас. Вот 11 точек здесь нарисованы картинки. Да, давайте сделаем побольше точек. Не 11, а 300. Ну, вот получается вполне себе симпатичный график. А давайте, вот если я хочу график не синуса, а, например, синуса от х в квадрате. Там была распечатка х, а я ее удалил. А если я хочу синус от х в квадрате нарисовать график, как мне это сделать? Да. Видите, то есть я могу здесь на самом деле написать любую формулу. И она сработает ровно так, как нужно. Ровно потому, что все операции происходят по элементу. То есть сначала я поэлементно возвел х в квадрат, а потом я поэлементно скормил все это синус и вычислил синус. И в результате получается ровно то, что нужно. Честно говоря, когда я впервые с этим столкнулся, я был несколько обескуражен. Я не понимал, почему, зачем так. То есть с моей точки зрения правильный подход был бы такой, что функции типа plot нужно было бы передавать объект, который называется функция, то есть какую-нибудь там ламда функцию написать или просто какую-то функцию, и написать там, что у меня х будет меняться от тут до сюда. Но проблемы с этим подходом, это можно сделать, это несложно даже сделать. Но проблема с таким подходом в том, что если бы это была обычная питоновская функция, то все бы это работало медленно. А такой подход позволяет, опять же, безо всяких циклов, очень компактно и вычислительно эффективно сообщить питону, что мы хотим, собственно говоря, от него, какую картинку мы хотим, чтобы он нарисовал. Но давайте, чтобы было повеселее. Вот вам такая картинка. Нет, ну конечно, XCD было первым. Это они, эти самые, разработчики Matplot либо решили, что будет прикольно, если они будут генерировать картинки в таком стиле. Если вы не знаете, что такое XCD, погуглите, может быть вам понравится. Это такие довольно забавные комиксы, для понимания которых нужно, как правило, ну по крайней мере, пару лет учиться какой-нибудь математике точно. Давайте что-нибудь еще сделаем. Нет, не хочет он так? Ладно, тут будет просто. Ну хорошо, можно добавить еще. Спасибо. По-другому, я спрашиваю, мы после его выточнили посыл. Можно вы просто обреточку? Ну что, я не могу делать сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я не знаю, что нужно поставить по вертикальной оси. Видимо, он не умеет рисовать эти штуки нормально. Дальше можно рисовать картинки всякие. Надо сказать, что этот подход, что передается массив x в массив y довольно гибкий. То есть я мог бы, например, нарисовать эту картинку не как функцию x от y, а наоборот, как функцию y от x. Это была бы не функция, если на нее смотреть вот так. Но картинку такую вполне себе можно нарисовать. Ну ладно, про картинки это отдельная история. Давайте еще вернемся к numpy. Значит, смотрите, есть еще некоторые отличия numpy от обычных массивов, например, такой. Вот, смотрите, давайте мы сейчас сделаем... Значит, вы смотрите, я сделал сейчас срез. от списка. И давайте я что-нибудь сделаю с этим срезом. Ну и со списком ничего не случилось. Теперь давайте я сделаю то же самое с npr. срезом. Значит, срезы работают вроде бы точно так же. Давайте мы... Давайте мы... Давайте мы... Смотрите, у меня изначально в моем array были числа 0, 10, 20, 30, 40. Потом я взял от него срез и модифицировал срез, добавил в него число 100. И если посмотреть на array, то, как видите, ровно в то место, которое соответствует вот этому месту в срезе, появилось число 100. А numpy срезы не то, чему они кажутся. В отличие от обычных срезов у бетоновских массивов, numpy срезы не создают, не копируют никаких данных. Они создают некоторую штуку, которая называется view. На самом деле, что хранит numpy срез? Он, грубо говоря, просто хранит информацию о том, что нужно смотреть вот в этот array, и он помнит, откуда он начинается и где заканчивается этот срез. И когда вы модифицируете исходный array, будет модифицироваться срез и наоборот. То есть срез — это просто такой способ смотреть на кусочек моего исходного массива. Ну хорошо, давайте еще посмотрим вот на такую штуку. Смотрите, в numpy можно использовать… Значит, если я хочу выбрать элементы не срез, а просто хочу выбрать элементы с заданными индексами и сделать из них новый array. Можно сделать вот так. Вот это, кстати, будет… Да, эта штука создает новый массив, эта штука не является просто ссылкой на исходный. А еще можно делать вот такую штуку. Смотрите, допустим, я хочу из вот этого array выбрать все элементы, которые были бы, скажем, больше 20. Я могу это сделать с помощью вот такого довольно забавного синтаксиса, который тоже некоторое время не мог понять, почему он такой. Потом понял и проникся. Значит, во-первых, как видите, это работает, а во-вторых, давайте попробуем понять, почему это работает и как оно вообще может работать. Ну, смотрите, значит, вот у меня был массив R, и дальше я в квадратных скобках написал R больше 20. Значит, как Python будет вот это выражение выполнять? Что он будет делать? Да, правильно. То есть, на самом деле, первая выполняется вот эта операция – R больше 20. И что делает эта операция? Значит, она сравнивает аж целый массив с одним числом. Как можно сравнить массив с числом? Если бы это был патановский список, мы получили бы ошибку. Потому что нельзя сравнить массив с числом. Но если это numpaевский массив, то можно. Что будет на выходе? Да, опять же, все операции с numpaевским массивом происходят по элементам. В частности, операции сравнения тоже. И в результате получается, что каждый элемент участвует в сравнении. И дальше у нас просто возникает вот такой вот npa, который состоит из false и true. Ну, а дальше просто есть такая вот штука, что если вы в качестве того, почему вы индексируете, используете массив true и false, то просто на тех местах, на которых стоят true, те элементы и возвращаются. Вот у меня сейчас true стоит на первом месте, на последнем и на предпоследнем. Вот у меня вернулось 0, 30, 40. Ну и, собственно говоря, вот этот синтаксис существует ровно ради того, чтобы вот эта штука работала. Вот такой выбор по маске. Вот про вот эту вот штуку из true и false иногда говорят, что это такая маска. Так, чего еще вам показать веселого про одномерные массивы? Да, кстати, вот представьте себе, что у вас есть два массива, и вы хотите их сравнить. Вы хотите, значит, если они совпадают, то вы хотите сказать, что все хорошо. А если они разные, то вы хотите сказать, что все плохо. Как вы это сделаете? Так, ну хорошо, давайте проверим. Вот так вы хотите. Кто понимает, не запуская код, какая проблема сейчас возникнет? Значит, вот это сравнение точно так же, как все остальные сравнения. Оно действует поэлементно. Мы привыкли к тому, что в результате сравнения через два равенства проверяется… Если я два списка сравниваю, если бы у меня были бы списки, то я получил бы просто true. Их содержимое совпадает. Но из-за того, что это numpaевские массивы, то мы получаем не true, а массив из true и false. И дальше нам нужно понять, чем от этого массива хотим. На самом деле, если у вас есть массив из булевских элементов, то для него есть две хорошие операции. Одна операция называется all, и она проверяет, правда ли, что все элементы являются true. Это на самом деле то же самое, что… Либо это то же самое, что куча пересечений… Как это называется… Короче говоря, куча операций end. Куча конъюнкций. Или это то же самое, что квантер всеобщенности. То есть, когда для всякого x, значит, вот эта штука верна. Ну или… Да, и там, где есть квантер всеобщенности, там должен быть и квантер существования. Квантер существования – это операция end. На самом деле, они не только в numpae существуют. Вообще, в питоне такая операция есть. И она бывает полезная. То есть, например, если вы хотите проверить, что число является простым, то это можно было бы записать так. Скажем… В питоне… «Жизой и вридоваться» наоборот… Это мы проверяем, что она является составным… Будет составной по-английски компаунд, что ли. Давайте проверим. Ну да. Видите, вот таким образом я могу проверить, что хотя бы одно из этих условий выполняется. Опять же, это иногда бывает полезно, вместо того, чтобы писать какую-нибудь там хитрую сложную логику с циклами ифами и брейками. Довольно часто удобно сделать вот такую штуку. Ладно, это так, отступление. Вот, в общем, короче говоря, если вы видите вот такую ошибку, как у нас была раньше, вот такую ошибку. Знаете, что она означает? Она означает, что вы пытаетесь скормить там, где должно быть просто булевское значение, вы пытаетесь скормить массив булевских значений, и он не понимает, что с ним делать. Нет, как они там внутри реализованы, я не знаю. Это вряд ли будет именно операция перемножения. Скорее всего, это что-то более просто. Да, если вы работаете с вещественными числами, то вы знаете, что там не бывает частных равенств. Но вот в частности, в NumPy есть такая функция, которую можно использовать вместо операции сравнения, если вы работаете с вещественными числами. IsClose проверяет, что одно число близко к другому. В каком смысле близко? Ну, у него там есть какая-то, у него там задается относительная точность и абсолютная точность. Но, в общем, если разница между ними по умолчанию меньше 10 минус 8, то она считается, что они одинаковые. Окей. Так, про маски я рассказал. Чего еще нужно сказать про NumPy? Да, значит, в NumPy есть генерировалка случайных чисел. Например, вот так можно генерировать случайные числа из нормального распределения. Значит, по умолчанию это стандартное нормальное распределение. Вы уже знаете, что такое нормальное распределение? К сожалению. Что же вот так его? Значит, можно... Ну, давайте я сгенерирую сейчас какое-то количество этих чисел. Значит, можно сразу сказать, что... Ну, вот, значит, у этой функции Normal есть два параметра. Log – это на самом деле мат ожидания, а Scale – это на самом деле дисперсия. А Size позволяет их сгенерировать уйму. Ну, вот, ну, можно... Ну, можно... Давайте сразу гистограмму построим, посмотрим, как это выглядит. Значит, вот гистограмма... Значит, я сгенерировал кучу чиселок и построил из них гистограмму. Ну, давайте разобью на две. И дальше можно поэкспериментировать там с количеством... С количеством бинов. Давайте побольше. Ну, вот. Значит, я сгенерировал тысячу случайных чисел из стандартного нормального распределения и потом построил гистограмму. То есть, я делю горизонтальную прямую на маленькие отрезочки и над каждым отрезочком рисую вертикальный прямоугольник, высота которого пропорциональна количеству точек, которые попали на этот отрезок. Бинс – это количество отрезочков, да. Ну, вот я могу сделать картинку погрубее, могу сделать картинку вот такую вот, но она будет уже такой более шумной. Я поставил точку запятую, чтобы он мне вот это вот не рисовал. Ну, он просто выдает, как бы, результатом вот этого PLT-хист является, ну, самим непосредственно возвращаемым значением, является информация о том, как он разбил, как он разбил ту самую на точечке и сколько там, и какие высоты прямоугольников. А поскольку я хочу только картинку, то я ставлю точку запятую, она мне только картинка рисует, а эта штука не выдает, потому что последняя операция оказывается пустой. Вот. Но это было нормально. Можно, допустим, подвигать ее, но, скажем, давайте две картинки нарисую, допустим. Вот так. Допустим, лог 1, скейл, допустим, 2. Нет, не хочет у меня две гистограммы рисовать на две картинки. Почему? Ну ладно, не хочет и не надо. Я хотел, чтобы он мне две гистограммы на одной картинке нарисовал, но я не помню, как это делается с помощью стандартных средств. Ну, в общем, дальше можно поиграться с этими распределениями. Значит, распределения тут много всяких, но там из тех, которые вам могут быть интересны, есть, не знаю, что вам интересно. Есть, допустим, равномерное распределение. Ну, наверняка. Вот, пожалуйста, я сгенерировал числа от минус 2 до 4 из равномерного распределения. Вот. А вы центрально определенную теорему знаете? Нет еще? Ладно, скоро узнаете. Никуда не денетесь, скоро узнаете. Ну, я просто их нарисовал, я просто их написал подряд, но что-то оно… Ну, я хотел сделать два нормального распределения с разными параметрами. Вот этот лог – это мат ожидания, скейл – это стандартное наклонение, корень из дисперсии. Ой, не знаю. Но принципиально нет, с точки зрения того, как вы этим пользуетесь, она и есть в том смысле, что SciPyStats дает не только генератор, но там есть все. Там можно рисовать probability density function, можно рисовать в кабулете, distribution function, в общем, все, что вы хотите от случайной величины, там есть просто реализованные в виде готовых функций. А? Можно, да. А потому что у вас горизонтальная новость масштабируется так, чтобы включать… Может, обереться, может, обереться. Вот. Так, хорошо. Давайте покажу теперь… Значит, это все было про одномерные numpy-вские массивы, но мы хотим работать не только с одномерными массивами, но мы хотим работать сейчас со всякими матрицами. И поэтому в numpy есть всякие многомерные массивы тоже. Одно время там даже реализовали класс Матрикс, но потом отказались от него, потому что оказалось, что он не нужен. Значит, в качестве… Для того, чтобы построить какую-нибудь матрицу, какой-нибудь двумерный массив, мы просто используем список списков. Но в отличие от обычного списка списков, то, что мы хотим сделать, оно все-таки должно иметь одинаковый размер строчек. И дальше работать можно с вот этой штукой уже, честно, как с табличкой. Помните, у нас была какая-то домашняя, в которой мы там писали код, который достает нам одну колонку из списка списков, меняет местами колонки, всякое такое. Вот здесь в numpy это реализовано уже готово. Во-первых, если вам нужна строчка, то ее можно добыть естественным образом. А если вам нужен столбец, то его можно добыть вот так. Почему так? На самом деле потому, что отдельный элемент добывается вот так. то есть, например, вот у меня был массив m, m1,2 говорит нам, что нам нужно выбрать первую строчку, строчку с индексом 1, то есть вторую строчку, и элемент с индексом 2 от этой строчки, то есть вот эта вот двойка. Соответственно, если я здесь ставлю двоеточие, то что это означает, это срез от начала до конца. То есть это такой просто способ питания указать, что столбец вот такой, а строки все. И получается в результате столбец. Просто вырезается один столбец из этого массива. Вот. Ну, в принципе, можно делать всякие срезы, например, вот такие. Допустим, строки все, а столбцы, скажем, вот эти. Ну, хорошо. У нас нет, на самом деле, столбца с индексом 3, поэтому у меня выдал только вот такой штук. Это все равно, что вот такая вещь. Ну, хорошо, давайте один. Ну, вот. Если вы хотите посмотреть, какого размера у вас ваша табличка, то есть атрибут shape, который возвращает кортеж, у которого написано, сколько там строчек, сколько там столбцов. Ну, и в принципе, в nump-фских арреях бывают не только строчки и столбцы, их можно сделать nump-фский арре, который был бы трехмерным, такой кубик. У него shape был бы еще больше. Ну, в смысле, что у него было бы больше измерений. Давайте пока с матрицами поработаем. Матрицы нужны для того, чтобы умножать их на векторы, правильно? И для этого в питоне есть специальная операция, которая работает, если ее правильно запустить, потому что я пытался умножить не в ту сторону. Значит, я пытался матрицу M с тремя столбцами умножить на двумерный вектор, а нужно на трехмерный, конечно, потому что... Вот. Значит, вот эта собачка – это операция матричного умножения. Надо сказать, если вы ей скормите два одномерных объекта, два одномерных npr-фей, то она выдаст просто скалярное произведение. А если вы умножаете матрицу на npr-фей, то она действует именно как матричное произведение. Если бы я, кстати... Ну ладно, в этом позже. Да, но тогда по-хорошему, чтобы... Ну вот все-таки это некое специальное поведение, потому что тогда нужно было вот эту штуку транспонировать, а если я эту штуку транспонирую, знаете, что получится? Ничего не получится, потому что он одномерный, его невозможно транспонировать. Ну, то есть... Ну, значит, когда делается вот так, то он его транспонирует в голове, да, а на самом деле, если вы хотите все-таки, чтобы вот эта штука... Вот сейчас она просто одномерный вектор. А если вы хотите сделать из него, например, вектор строку или вектор столбец, то для этого нужно это сделать в явном виде. Например, можно сделать вот так, и это будет вектор строка. Да, то есть, видите, я поставил здесь еще одни квадратные скобки. Теперь это не просто вектор, а это двумерная штука, но которая содержит только одну строчку. Ну, например, вот так. Сделать строку и транспонировать. Ну, на самом деле есть вот такая чудесная вещь, смотрите, с операцией reshape, которая позволяет превратить что угодно во что угодно. Вот, например, я превратил мой исходный NPRA, я превратил его в штуку с тремя строчками и одним столбцом. Вот так я могу превратить в штуку наоборот. С одной строчкой и тремя столбцами. Количество строчек и количество столбцов в результате. То есть shape получающегося array. Да, могли бы. Ну, он их вот так вот делает. По порядку. По порядку делает из них строки. Как бы он его по строчкам записывал. Можно так, можно так. Еще можно вот так. Значит, минус единичка означает сам вычислить, сколько там строк. Или в данном случае, сколько там столбцов. Ну, потому что понятно же, что если у вас изначально было шесть чисел, и вы хотите сделать из этих шести чисел табличку, у которой будут три строки, то сколько столбцов можно вычислить. Вот. Если вы не хотите вычислять, то можно поставить единичку и numpy сам вычислить. Ну, если, да, если вы пытаетесь сделать что-то странное, то вам скажут, что нельзя так. Вот. Окей. Да, значит, про эту самую собачку там была веселая история. Сначала разработчики numpy пытались как-то обходиться без этого и придумывали какие-то костыли, но потом, в конце концов, им это надоело, и они пришли к разработчикам питона и сказали, дайте нам специальную выделенную операцию, которая будет использоваться для матричного умножения. И разработчики питона вздохнули и сказали, ну ладно, будет вам операция, которая будет использована для матричного умножения. Это, в принципе, не типичная штука. То есть, типа, с тех пор у нас есть вот эта операция собачка. Ну, а чего еще бывает хорошее? Да, соответственно, в принципе, вот если я умножу какую-нибудь одну матрицу на какую-нибудь другую матрицу, если я их умножу вот так, то как вы думаете, что будет? Ну, по элементам умножить, да. А если вы хотите матрично, то нужно использовать матричное умножение. Если вы хотите обратную матрицу, то у нас есть. Или нет? Ну, ладно, ладно. Оно есть, но не там. Значит, в NumPy есть целый модуль, который посвящен линейной алгебре. Вы любите линейную алгебру? Вот, в общем, тут все есть. Вот я хочу определить и посчитать. Допустим, собственные векторы, собственные значения. Вот, в общем. Ну, надо сказать, когда я только начал преподавать, я был очень большим сторонником того, что надо рассказывать про всякие компьютерные инструменты. Но, как вы, возможно, помните, к моему десятому году преподавания в Вышкин, на Матане, я не рассказывал ни про какие компьютерные инструменты. Почему-то. Но зато рассказываю сейчас. Вот. Что еще такого сделать? Что еще из линейной алгебры нам нужно? Кроме, как обратную матрицу считать. Ну, решение системы, что такое? Решение системы, это все равно, что просто взять обратную матрицу и умножить ее на правую часть. Поэтому, если у вас есть обратная матрица, то вы и систему решите. Вот, пожалуйста. Корнея многочленов, тоже можно, но это другая история. Смотрите, окей, ладно, раз я сейчас заговорил про математику, давайте покажу что-нибудь из математики. Значит, Нимпранумпай, вообще другая библиотека. Но сейчас вы точно скажете, где же вы раньше-то были. Давайте. Значит, это библиотека компьютерной алгебры, это, в общем, такой вольфрам альфа, только лучше. Что бы такого вам показать? Давайте еще возьмем экспонент, какой-нибудь дефектор. Ну, хорошо, давайте solve. Значит, что, Саша, вы хотели решать уравнения всякие, да? Давайте решать. Ну, все не все, но значит, вот решил. Да, значит, мне вернулся списочек корней квадратного уравнения. Ну, прямо скажем, небольшой силы магии решать квадратное уравнение, но иногда приятно. Ну, ладно, давайте что-нибудь повеселее. Синус, косинус, экспонент от синуса, от косинуса, от х в квадрате плюс у продифференцировать по х. код. я пасинус забыл. Да, значит, у него его можно попросить выдать просто латеховский, я забыл импортировать латех, значит, его можно попросить выдать латеховский код. вот и в общем надо сказать, что я люблю систему компьютерной алгебры, но в моей такой более-менее математической работе обычно все устроено примерно так. Если у меня есть какая-то задачка, в которой я понимаю, что у меня есть какое-то сложное вычисление, я пытаюсь его скормить системой компьютерной алгебры, то я в результате получаю какой-нибудь ответ, вот типа такого, после этого долго на него смотрю и не понимаю, что с ним делать. Потом закрываю систему компьютерной алгебры и начинаю решать сам, потому что в процессе я начинаю лучше понимать, что вообще происходит. Но зато я постоянно использую систему компьютерной алгебры, если мне нужно проверить ответ. Потому что я, конечно, что-нибудь напишу на бумажке, но вероятность того, что я ошибусь, примерно одна-вторая, либо ошибусь, либо нет. Поэтому вот эта штука все-таки не ошибается. Ну, хорошо, ну, что еще? Ну, любая она не умеет, потому что не все уравнения решаются, но да, умеет кубические. Все, что решается, она может решить. Ну, не все, что решается, но уравнения третьей-четвертой степени она может решить. Даже четвертой, если как бы вам, ну, вот честное слово, вам это не поможет. Но если вам очень надо, то пожалуйста. пожалуйста. Но, скажем так, если говорить про решение уравнений какой-нибудь четвертой степени, то скорее всего, но если это не учебная задача, где у этого уравнения магическим образом будут корни 1, 2 и минус 1, вот, если, если это реальная ситуация, то скорее всего, вам нужна не система компьютерной алгебры, а скорее всего, вам нужно численное решение такой системы. То есть, например, ну, давайте я покажу что-нибудь на эту тему. Ну, как сломается. Да, он скажет, что ответом на, ответом на эту задачу является корень, корень вот этого многочисленного. Ну, да, уравнение пятой степени так просто не решается. Но если, но смотрите, давайте, вот численное сейчас, в смысле, умеет ли симпай делать? симпай умеет. Да, пожалуйста, эволф. Ну, видите, он комплексный получился. Ну, Ну, кстати, если хотите, вот, например, кован-корниранжеры? Не знаю. Нет, все не могут быть, вот вещественные. Я не знаю, как он их ранжирует. У этого solve есть, есть другая, значит, есть другая функция, называется solve set, который возвращает множество, и там он вообще никак не ранжирует. Ладно, давайте еще одну штуку покажу про 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 вещественную эту самую. Вот. Ну, то есть, как бы, если у вас в симпайе написано пи, то это настоящее пи. И вы можете его, вы можете вывести с любым количеством знаков после запятой. Или просто написаны все знаки. Кстати, мне интересно, какого типа эта штука? А, я понял. Это у него собственный флоу. Это, кстати, не настоящий флоу, это его собственный флоу. Значит, ну, нет, естественно, у него есть функция, которая считает все знаки, да. Там написано, что пи, это там какой-нибудь ряд, скорее всего. Вот. Ну, и на самом деле, в отличие от всяких этих самых, вот здесь синус от пи это честный нот. Вот прям вот совсем честный. From симпа, импорт пи. Вот. Ну, то есть, на самом деле, реально, когда-то давно я использовал вольфрамматематику и даже в какой-то момент прочитал курс для преподавателей экономфака про вольфрамматематику. Но, честно говоря, в последние лет 10 я пользуюсь симпаем, и мне его хватает для моих задач. Когда мне нужно что-то аналитическое такое сделать. Вот. Так что, в общем, хорошая штука. Кстати, если помните все сгенерированные задачки на первом курсе про мутану, они, конечно, делались с помощью симпари. Ну, то есть, если мне нужно там сгенерировать многочлен, чтобы у него корни были хорошие, то я сделаю что-нибудь в таком роде. колоквиум, колоквиум я генерировал тоже как-то, ну, то есть там, нет, там была какая-то программа, которая мне пыталась подобрать билеты так, чтобы они были примерно одинаковые сложности. Я, правда, помню, что все меня в чате тогда раскритиковали за эти билеты, но... Вот если мне нужно, если мне нужно сделать квадратное уравнение, которое хорошо решается, то я его сделаю вот так. Но опять не работает. Потому что вот вам квадратное уравнение, которое решается. Если вам будет нечего делать как-нибудь долгими зимними вечерами и захочется вспомнить школу, вы можете нагенировать себя квадратных уравнений. Да, это, кстати, тоже хорошее дело. Ну, смотрите, я его генирую так. Я беру произведение двух скобок типа х-что-то и х-что-то и просто раскрывая скобки перевожу подобное слагание. Поэтому корнями будут в точности числа лямбда-1 и лямбда-2, которые я перед этим сгенировал как два целых числа. Небольших. Спасибо.